В эфире телеканал «Округ новости» с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналист информационной службы и я, Екатерина Булычева. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите Принятие бюджета, мнимая война с будками, возможное повышение тарифов на воду и мимолетный костусев – все это на протяжении одного из полкомов Государство фактически уничтожило ДЮСУШа номер 13. Под апелляционным хозяйственным судом снова протестовали одесситы Скандальная стройка, позор власти. Два года тянется строительство подземного паркинга на Греческой площади Народная артистка Украины Галина Поливанова поделилась со съемочной группой ТРК «Круг» воспоминаниями о знакомстве с великой оперной певицей Галиной Вишневской, скончавшейся 11 декабря Партия регионов укрепляет свою власть. Новым председателем Верховной Рады избран регионал Владимир Рыбак Оппозиционная партия «Удар» выступила против провластного спикера Провести своего кандидата регионалам помогли коммунисты. Вместе они набрали 250 голосов за Владимира Рыбака Новые избранного спикера уже заранее были готовы поздравить уверенные в исходе голосования однопартийцы во главе с Николаем Азаровым Некоторые депутаты от партии «Удар» вообще не смогли проголосовать. У них не сработала электронная система Рада Как заявил лидер «Удара» Виталий Кличко, независимым парламентом должен руководить независимый спикер Сегодня мы выбираем спикера парламенту, а не спикера партии «Удар». А этот кандидат руководит партией регионов «Удар». Во второй день работы новоизбранной Верховной Рады депутаты доказали, что настроены по-боевому, в буквальном смысле Оппозиция заблокировала трибуну и потребовала выполнять требования закона. Каждый депутат обязан голосовать лично Тогда-то и проявился боевой настрой регионалов. Доказывать свою правоту провластные депутаты попытались силой Особым рвением отличился одессит лидер партии Радына Игорь Марко, вошедший во фракцию партии регионов Совершенно очевидно, что мирно работать с оппозицией парламентское большинство не собирается Крупнейшая политическая сила страны стремится любой ценой укрепить свои позиции В этом ей активно помогают примкнувшие мажоритарщики из других партий в надежде стать частью региональной вертикали власти 13 декабря исполнительный комитет Одесского городского совета собрался на очередное заседание Исполком принял проект бюджета, традиционно неэффективно поборолся с незаконной уличной торговлей и доложил о подготовке к зиме Городской голова показался всего на несколько минут Очередной исполком начинается без участия мэра Заседание открывает его зам Николай Ильченко Но городской голова все же явился По нашей информации от заседания его отвлекли похороны Лишь один вопрос в повестке дня Костусев озвучил лично Об утверждении проекта договора аренды целостного имущественного комплекса коммунального предприятия Одессводоканал Специальная комиссия проведет оценку городского имущества, которое арендует монополист на рынке поставок воды одесситам компания Инфоксводоканал По результатам такой экспертизы будет установлена новая ставка арендной платы Логично предположить, что если Инфокс станет больше оплатить городу, то вырастут и тарифы на воду Хотя зам мэра Анатолий Орловский убеждает в обратном Принятие этого решения, арендная ставка это увеличение процента арендной ставки Будет рассчитана новая стоимость всего имущества, которое было передано И вот когда будет проведена оценка этого имущества, и после этого уже будет применяться 10% ставка Говорить о том, на кого лягут дополнительные расходы Инфокса, на одесситов или на саму компанию преждевременно Отметим только, что персональное внимание мэра к пересмотру условий аренды По нашей информации связано с расхождениями по этому вопросу между Костусевым и лобби регионалов в Горсовете Другим крупным событием стало принятие проекта городского бюджета К большому сожалению бюджет снова антикризисный, потому что мировой кризис снова наступает на Украину И город Одесса не исключение В связи с этим бюджет города Одессы максимально экономный Экономность бюджета не помешала заложить в него увеличение социальных расходов на 27% Не совсем понятно, где и как будут изыскиваться на это средства Финансовый документ продолжат обсуждать на сессии Гороссовета 21 декабря Отметим, что государственный бюджет на 2013 год построен так, что финансирование Одессы будет проходить в ручном режиме И в большой степени зависит от настроения в Киеве Активность в зале возникла еще всего раз, когда голова управления торговли Наталья Прейгер Пообещала в ближайшее время снести целых 104 будки по всему городу В такую перспективу не верят уже даже на Думской-1 Зачем мы сегодня выносим проект решения, который в принципе выполнить не сможем Этому есть яркий пример, а именно По одному из объектов, по которому было вынесено ранее решение исполнительного комитета Кроме того, есть определение суда Помимо этого, есть личное распоряжение мэра о демонтаже определенного объекта Вы по сей день этот объект не смогли демонтировать Депутат Шеремет, конечно, имеет в виду будку, о которой он сам споткнулся в конце ноября Выполняя наказ своих избирателей Большинство рейдов против уличной торговли действительно заканчиваются провалом Уже после исполкома зам городского головы Николай Орловский В подробностях рассказал журналистам про подготовку к снегопадам Если будет большой объем, справиться за 2-3 часа это невозможно В любом случае понадобится какое-то время Но для того, чтобы справиться с нормальным снегопадом Который не вызывает каких-то особых проблем Мы сможем, естественно Техники и спецсредств для борьбы с непогодой Было приготовлено примерно столько же, сколько и в прошлом году То есть муниципалитеты к чрезвычайным погодным условиям Все же решили специально не готовиться Наиболее активные приготовления к настоящей зиме Развернулись у входа в здание горсовета Тут уже вовсю развешивают новогоднюю иллюминацию Константин Гак, Евгений Войтенко, телекомпания Круг Под апелляционным хозяйственным судом снова собрались воспитанники детской парусной школы Их родители и люди, которые просто неравнодушны к происходящему 13 декабря решался вопрос о судьбе здания, в котором находится спортивная секция Против будущих побед юных яхтсменов выступила морская транспортная прокуратура В интересах Министерства инфраструктуры На проспекте Шевченко возле здания апелляционного хозяйственного суда немало людей В этот морозный день их собрали вместе большие проблемы, которые возникли у детской парусной школы Детей лишают возможности заниматься любимым спортом Новую базу ДиСША номер 13 построил меценат В этом здании была своя доля и у города Но сегодня государство решило отобрать это строение Мой внук занимается спортом этим, выгоняет, ему нравится, она ДИССит настоящий, любит это дело Я защищаю его права Если будет отрицательное решение суда сегодня, то парусная школа останется только на бумаге, потому что уйдет наш спонсор Естественно, в морском городе остаться без яхтенного вида спорта, это просто стыд-позор Стоит отметить, что компания меценат фактически содержала детскую парусную школу И вкладывала немалые средства в будущее парусного спорта Ранее решением высшего хозяйственного суда был расторгнут договор между яхт-клубом и компанией Трансбункер Первым пунктом этого договора было создание детской парусной школы Сегодня юные яхтсмены еще верят в торжество справедливости Можно в другой город, но я не могу представить даже, чтобы ее закрыли Поэтому еще об этом даже не думала, потому что верю, что ее не закроют Пока что еще неизвестно, пока что мы можем вот-вот и не будем заниматься Увы, судьи, по всей видимости, не услышали детей и их родителей, которые стояли под стенами, так сказать, храма правосудия Апелляционный суд оставил решение первой инстанции в силе То есть на сегодня помещение у школы не осталось Компания Трансбункер, это, собственно говоря, меценат Это тот человек, который не получает никакой прибыли от данного мероприятия Он только вкладывает И при этом, получается, я не понимаю позицию властей Отобрать то, что несет золотые яйца То есть дети, это наше золотое будущее И отбирать у детей то, что они уже имеют, это глупо К слову, мэрия Костусева, на которую у людей была надежда, так ничего и не предприняла, чтобы спасти ситуацию Впрочем, это и не удивительно Я не вижу, что, например, сам мэр придет, на заседание суда и скажет, не бывать этом, этого не произойдет К слову, инвестор за все время хозяйствования в яхт-клубе не построил на его территории ничего лишнего Например, отель или ресторан на берегу у моря Удивляет в этой ситуации молчание Украинской Федерации парусного спорта в отношении этой проблемы И уж совсем не ясна позиция Одесской Федерации Создается впечатление, что им это просто выгодно И никто не удивится, если через какое-то время на месте яхт-клуба появится очередной бизнес-проект Но как бы там ни было, лучшая детская парусная школа на постсоветском пространстве Теперь существует только на бумаге Вадим Тютюкин, Руслан Акаев, телекомпания Круг На одесских билбордах появился очередной, так сказать, креатив от мэрии Костусева Городская власть делает себе наглый пиар на чужих достижениях Например, открыт новый стадион Черноморец и подпись Алексея Костусев Возникает вполне логичный вопрос, при чем тут Костусев? Или он забыл, что стадион строил Леонид Климов и город к этому имеет минимальное отношение? А вот еще один шедевр – отреставрирован Крымский бульвар Ранее об этом рапортовал Геннадий Труханов, утверждая, что это его заслуга А теперь оказывается, что это достижение Костусева И подобных заслуг перечисляется немало Но все они не его В некоторых странах за присвоение чужих достижений предусмотрена даже уголовная ответственность И в конце концов, это просто неэтично По всей видимости, у политтехнолога и советника мэра Сергея Назарова наступил кризис жанра Он, так сказать, креативит, а экс-начальница управления рекламы и советник Костусева Лилия Рогачко Переносит все это на рекламные плоскости Одессы Интересно, в какую статью расходов пишет городская власть размещение на билбордах творчества советников? Ведь под социальную рекламу эти плакаты никак не подпадают Одно понятно – одесситов так нагло обманывать глупо Ведь они понимают – вклад Костусева во все эти достижения 0,0 Это ужасно! Я не хочу видеть и даже слышать об этом Костусеве Это вообще позор для Одессы Но я в это еще Костусев не верю Там много кто открывал, кроме Костусева Я так думаю, что там все-таки Черноморец, по-моему, климат строил там Я даже не знаю, что вам ответить Но это неприлично и некрасиво А почему? Ну, потому что он его открывал, что ли? Ну, вместо Костусева я бы сказал, что я открыл Ну, не открывал он, пускай дурака не валяет А вообще, конечно, все это чушь собачья Ничего в городе не делается По большому счету Греческая площадь – символ позора одесской власти Два года назад здесь начали строить подземный паркинг Но кроме котлована до сих пор ничего нет Последствия безграмотного строительства уже сказались на состоянии окружающих зданий Аварийную ситуацию усугубляют сильные дожди Обычно после сильного дождя на месте строительной площадки образуется болото Какое-то время строители ждут, пока вода сойдет А точнее впитается в грунт под фундаментами соседних домов Очевидно, уровень грунтовых вод настолько поднялся, что земля не может впитывать влагу А значит, площадь уже потоплена Полгода назад одна из стен котлована неожиданно рухнула Появилась угроза разрушения двух бизнес-центров Постради центрального зала Афины пошли трещины Есть они и на балконах здания А под полом нижнего технического этажа каждый раз собирается подземное озеро Строители паркинга как будто испытывают на прочность работу своих коллег Конечно, мы их заделываем, тратим определенные усилия, финансы Потому что это нужно Вся вода попала на наш фундамент, на наше здание Естественно, распределилась куда? Там, где есть нижние точки Так как у нас паркинг, минус второй этаж Естественно, мы включили свои все насосы Собрали людей, швабры Собирали воду эту быстро Проседает грунт и перед соседствующим с Афиной Недавно построенным бизнес-центром Ольве Над головами обеих кариатит явно видны широкие щели Портик опускается в сторону котлована Строительством паркинга обеспокоились и члены областной общины греков Восстановленное несколько лет назад здание греческого фонда культуры Памятник архитектуры – один из старейших в городе Это вообще возмутительно Понимаете, я считаю, что если берешься в центре города строить Ты должен полностью оценить свои возможности, оценить свои финансы, оценить свои силы А потом уже начинать строить так, чтобы встать, построить и уйти Я удивляюсь вообще Действительно, как это городские власти до сих пор терпят, чтобы такое творилось Уродование центральной площади города началось после прихода к власти Алексея Костусева Заказчик строительства, владелец скандально известных гостиниц Зирка и Токио Одесский бизнесмен и бывший советник мэра Вадим Черный Решил заработать еще и на парковании машин Но за два года не заложили даже первого камня в основании фундамента По информации городского управления архитектуры Проект паркинга изменен И, следовательно, должен пройти новую экспертизу Значит, строительство снова откладывается Ну, это бардак, что-то... Какое может быть мнение? Ну, ужас Больше не... Такое же, да Наверное, хорошего все-таки мало И нужно восстановить, было бы то, что раньше здесь было Как-то сохранить этот исторический центр Ужасно Вот мы идем и возмущаемся, честно говоря Мы говорим, что народ абсолютно не понимает, где он находится Мы живем, вот мы старые одесситы Мы живем просто на мусорной свалке Ухудшает, конечно, вид по сравнению с прекрасным зданием Вот зеленое возле пассажа построили Красиво очень Если начинать строить, так надо строить А если нет денег, так не начинать Будет была бы красивая площадь А не строить, вы котловат сделали, а толку никакого Сколько еще лет огромная яма будет мазурить глаза горожанам и гостям Не скажет никто Местная власть дружит с бизнесом Или просто имеет в деле свой интерес И потому в Одессе денежным мешкам позволено все Александр Рябиноградов, Вячеслав Лоштаба, телекомпания КРУ В Одессе подорожал хлеб Рост цен, хоть и незначительный, но для горожан ощутимый Так, в среднем стоимость одного из самых популярных видов хлеба Обеденный увеличилась на 20 копеек Так называемое покращение житям налицо В Одесском Каравае повысили сцены на все виды хлеба Одесситы возмущены Ранее представители правящей партии говорили о том, что он дорожать не будет На деле вышло совершенно иначе Рост цен, хоть и незначительный, но все равно повлиял на бюджет семьи От этого продукта никто отказаться не может А относятся к этому люди вот так Как обману, врали-врали А потом подорожали И всего лишь А кто врал? А кто врал? А телевизор, а кто? Наверное, правительство Кто же врет по телевизору? Кто разрешает все это говорить? А на сколько вас ущемляют? Ну, я беру только Одесский, поэтому там немного А вообще-то так нечестно, как говорят Продали за границу хлеб, а теперь давай тут Одесский Не боитесь ли вы повышения цен потом уже на одежду? А пенсионерам уже, наверное, бояться нечего Напомним, в области действует трехстороннее соглашение между областной администрацией, кулендоровским комбинатом хлебопродуктов и фирмой Одесский каравай Согласно этому документу, производители хлеба обязались не повышать розничные цены на хлеб и ограничить уровень своей прибыли Обл. администрация со своей стороны датирует производство в случае необходимости Так, в нынешнем году на эти цели в бюджете области было предусмотрено более 6 миллионов гривен До этапа сборки урожая выделяются определенные средства с областного бюджета для закупок зерна у агрария в области Соответственно, компенсируется стоимость между рыночной и та, которая необходима для удержания цен на муку и на хлеб И тут, разумеется, закладывается нехорошая мысль, а использовались ли эти деньги по назначению? Не связано ли это с случаем с недавней избирательной кампанией? В любом случае очевидно, если власть придержащая клянуться, что цены на те или иные товары повышаться не будут Значит, можно быть уверенными, повысятся точно, как и в ситуации с хлебом В итоге, как всегда, все расходы его производителей теперь будут нести покупатели Может, ничего не можем делать? Конечно, неприятно немножко Скажите, ожидаете вы дальше повышения цены на продукты питания, одежды? Да, конечно, говорят, что будет повышение Ну что ж, будем привыкать и к новому повышению Конечно, задевают, у кого дети есть, как можно жить так? Так и живем А как вы отнеслись к подорожению хлеба? Как вы отнеслись? Оно незаметно вроде бы на 20 копеек, но все равно Изо дня в день цены растут и живи как хочешь на мизерную зарплату Фактически вы сегодня выживаете? Выживаем, конечно Как вы думаете, а город должен как-то контролировать цены? Конечно, должен Ну, во-первых, это депутаты, наши живут хорошо, они не ощущают По карману их к нему не бьет Как оказалось, представители правящей партии в очередной раз наобещали, а к делу так и не перешли За все будут рассчитываться одесситы, кошельки которых несравнимо тоньше, нежели у тех, кто находится сегодня у власти Ирина Мутян, Вячеслав Лаштаба, телекомпания Круг На тротуары по улице Новосельского сложно смотреть без слез Многочисленные обращения граждан в мэрию не дали никакого результата Ответ один – денег нет 13 декабря рабочие приехали на Новосельского засыпать яму, сделанную во время проведения ремонтных работ теплосети Но самосвал задним колесом ушел под землю Счастье, что люди при этом не пострадали Уважаемый Алексей Алексеевич, нас возмущает Ваша равнодушие к нашему городу Значит, за последние годы наш город полностью разрушается Наши тротуары в центре города вообще невозможно ходить Этот участок тротуара между Дворянской и Толстого находится в консерватории Корресо-студенты ходят, матеря молодые с колясочками проезжают, инвалиды на колясках, слепые люди, вообще люди Здесь вообще невозможно ходить Кончина оперной дивы Галины Вишневской стала настоящим потрясением для ценителей ее творчества Несмотря на преклонный возраст народной артистки СССР Своего гениального мужа Мстислава Ростроповича Галина Вишневская пережила более чем на 5 лет Воспоминаниями о знакомстве с великой певицей с нашей съемочной группой поделилась народная артистка Украины Профессор-академик Галина Поливанова Будучи ведущей солисткой Большого театра, Людмила Вишневская исполнила более 30 партий Татьяну в Евгении Онегине, Лизу в Пиковой даме, Купаву в Снегурочке и многие другие Еще в 50-х годах прошлого века выдающаяся певица снискала мировую славу Преподаватель Одесской консерватории Галина Поливанова была знакома с оперной дивой много лет И до сих пор не перестает восхищаться ее талантом Она была настоящая звезда оперной мировой сцены Галины Вишневской И по своему дарованию, и по своему голосу, и по своему внешнему виду музыкальности, актерской одаренности Это необыкновенная творческая глыба, индивидуальность Несмотря на потрясающую карьеру, были в жизни Галины Вишневской и нелегкие периоды За помощь выдающемуся русскому писателю Александру Солженицыну Советские власти начали настоящую травлю гения оперной сцены Галина Вишневская со своим супругом Стиславом Ростроповичем в 1974 году Вынуждена была покинуть Советский Союз Их лишили гражданства Советского Союза И они оба таких колоссальных музыкантов уехали Они пострадали где-то морально Но мир их принял очень тепло В Америке много было спектаклей, в Англии, во Франции Во Франции они обосновались, у них там был дом, там две дочки родились у нее Во время перестройки гением отечественной сцены удалось вернуться на родину Им вернули гражданство С 1993 года Галина Вишневская оставила оперу Показав себя еще и как потрясающую драматическую актрису 11 декабря Галины Вишневской не стало Но ее потрясающий голос еще долго будет звучать в сердцах целых поколений поклонников ее творчества Константин Гречаный, Руслан Акаев, телекомпания Круг Еврейская община Одессины продолжает отмечать Хануку В Еврейском культурном центре Бейт-Гранд открылась выставка картин, приуроченная к празднику Хануки Два десятка работ представили пять одесских художников В проекте принимают участие как известные мастера кисти и красок, так и молодые таланты Если большинство работ участников проекта создают праздничное настроение То одесский художник Стас Желобнюк представил картины, которые перекликаются с грустными страницами истории еврейского народа Также его работы обращены к культовым символам иудеев Этот филин, всем известный, как вы понимаете Там свиток, собственно, торы Ну, не свиток торы, а фрагмент торы Это торы в русском переводе Это кубок, который используют во время празднования Из него пьют вино То есть, как бы, скажем так, предметы культа Скажем так Из них, собственно, составлен натюрморт Не могли художники обойти вниманием и одесскую тематику Ярослав Рашевский живет в одном из старых домов в центре города Рад, что успел ощутить на себе уютную атмосферу одесских дворов Где все друг друга знают Именно знаменитым одесским двориком и посвятил свои гравюры молодой одесский художник Ведь скоро эту часть истории Южной Пальмиры придется заносить в Красную книгу Все больше дворики реставрируют Там надстраивают какие-то там пристройки, балконы И это, конечно, портит атмосферу Но это даже не современная архитектура Это просто, можно сказать, халабуды, которые люди, у которых не хватает денег на нормальное Строят и портят вообще вид города Это не только в двориках, это вообще и на улицах, и на фасадах красивых зданий Это, к сожалению, у нас в городе очень распространено Ознакомиться с представленными на выставке работами Одесситы смогут в холле еврейского культурного центра Бейт Грант до конца месяца Константин Гречаный, телекомпания Круг На сегодня у нас все Далее информация синоптиков о погоде А я напоминаю, новости телекомпании Круг всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру 340076 Всего наилучшего и до встречи в эфире МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стиль ведущий от магазина деловой одежды S&K